Дальний Восток Юлия, как сейчас выглядит арт-рынок Дальнего Востока и что он может предложить покупателям? Эти рынки совершенно идут параллельно. Не то, что не всегда пересекаются, а практически не пересекаются. Есть ярмарки условно академического искусства, есть ярмарки современного искусства. На Дальнем Востоке все это происходит пока в формате личного знакомства, каких-то личных встреч. Не так много институций, которые профессионально этим занимаются. Но самое главное, у нас есть художники на Дальнем Востоке. Учитывая, что у нас есть ядро, у нас есть художники, которые работают, которые создают произведения, соответственно, у нас есть определенный обмен. То есть у нас есть продукт, который люди могут приобрести, потому что они любят искусство или они что-то коллекционируют, или, возможно, они хотят, чтобы кто-то в их семье коллекционировал, и они покупают, возможно, для детей, для каких-то своих родственников. Поэтому самое главное, на Дальнем Востоке есть предложение. А вот уже механизмы реализации, вот то, что мы называем арт-рынком, вот здесь нужно и важно обсуждать, развивать и прикладывать усилия, чтобы мы говорили о таком большом арт-рынке на Дальнем Востоке. Первый шаг – это, конечно, создание галерей. И, как обычно это бывает, необходима, возможно, государственная поддержка, какие-то необходимы все-таки меры, которые бы помогали людям идти в эту сферу. И в то же время нужны люди, которые понимают, как галереи действуют, то есть необходимо понимание, как действует художественная среда, кто такой художник. То есть это тоже профессиональная область, где необходимо получать знания. Эксперты отмечают, что арт-рынок в России в целом становится более демократичным и переходит на новый, более массовый уровень. Все больше интереса к предметам искусствам проявляют молодые покупатели. Есть ли такая тенденция здесь? Как вы ее оцениваете? Да, я тоже хочу согласиться с вашим высказыванием, потому что молодежь, во-первых, это тот период жизни, когда молодость, когда хочется что-то узнавать, куда-то ходить, знакомиться с чем-то новым, где еще очень много энергии, и ты после рабочего дня еще готов куда-то идти и что-то смотреть. И у нас есть различные инициативы. Время от времени возникают такие стихийные мероприятия, которые можно назвать тоже ярмаркой молодых художников, где произведения стоят совершенно недорого, но они поражают своей легкостью, они поражают своей смелостью, они поражают тем, что как будто бы не существует никаких законов и создается что-то новое. В галереи Арка была выставка молодой художницы Ирины Тайгерлава, где у нее были произведения в виде картин и были объекты. Небольшой объект стоил 3000 рублей в виде котика, которые были раскрашены в манере художника. Я стала счастливым обладателем этих котиков, я далеко не одна, поэтому могу сказать, что действительно есть вот эта тенденция, когда молодые не боятся, и им уже не нужно идти много-много лет, чтобы вступить в союз художников, приобрести какие-то награды. Они уже готовы делиться своим творчеством, и у них уже есть зритель, который готов приобретать их произведения. Сколько стоит современное искусство на рынке, и выгодно ли его продавать и покупать? Не всегда оглашается стоимость работ или цена сделки. Но, допустим, в 2023 году в Москве проходила ярмарка «Космоску», которую многие ценители искусства знают и ездят, потому что она одна из самых больших, и до недавнего времени принимала большое участие в Международной галерее. Так вот, было заявлено, что самая дорогая продажа – это было 4 миллиона рублей. Ну а, допустим, самая низкая, я уже сказала, что это может быть меньше 5000 рублей произведения. И если отслеживать, то стоимость, конечно же, на произведения растет. Возможно, не так быстро, как это могло бы быть в Европе, потому что стоимость, она растет не только по щелку пальцев. То есть там должны быть ряд мероприятий, которые связаны с самим художником, когда он действительно должен привлечь к себе внимание, когда он должен привлечь внимание не только зрителя, но и профессиональной среды. И он должен быть достаточно активным, у него должны быть выставки не только в галереях, не только на профессиональных площадках, как Союз художников и тому подобное. Но они должны быть в музеях, не только в городских, федерального уровня. Но, тем не менее, в России это есть. И есть коллекционеры, которые покупают, которые продают, и эта стоимость, она может быть больше. Но, как в любой другой сфере, эта стоимость может быть и меньше. Поэтому в сфере искусства можно не только выиграть, но и проиграть. Один из крупнейших покупателей и любителей именно современного искусства – это Китай. Насколько китайцам интересно наше современное искусство, искусство дальневосточных художников? Про Китай я вообще люблю говорить, потому что, во-первых, мы живем очень рядом, и давно мы с ними взаимодействуем. И, опять же, возвращаясь к новым каким-то цифрам, в 2023 году Китай, в последнее время он все время конкурировал с Великобританией, но вот он обогнал Великобританию и официально стал на втором месте по емкости рынка, по продажам и по тем суммам, которые крутятся в этой сфере. Но Китай – это очень большая страна, и там совершенно разные пласты есть людей, коллекционеров, музеев. И если говорить про наши взаимоотношения, то на сегодняшний момент, наверное, у нас сложились достаточно прочные связи с северо-востоком Китая. Харбин, там, Гензи, Чинчунь и так далее. Есть и галереи, есть определенный спрос, но спрос на академическую живопись. И тут у нас нет дефицита в предложениях, потому что возвращаемся к нашему Институту искусств. Каждый год у нас выпускаются художники, которые владеют премеслом академической живописи. Поэтому с Китаем у нас, ну, не все-все хорошо, потому что нет пределов совершенства, но у нас есть связи, есть продажи на северо-востоке, в Харбине. Есть несколько галерей, которые сотрудничают, которые представляют творчество российских художников, проходят выставки в музеях. Поэтому вот на сегодняшний момент можно говорить о том, что мы интересны Китаю. Но как это будет в будущем, тоже зависит от нас в том числе. Но перспективы есть. Для классического искусства, понятно, очень важна экспертиза, поэтому и, собственно, аукционные дома есть, признанные экспертами. А для современного искусства экспертиза тоже важна? Она тоже важна. Просто, конечно же, здесь, если мы говорим про начинающего художника, есть определенные риски. Ну, потому что в какой-то момент он скажет, ну, не мое, пойду в дизайн. Да, и несмотря на то, что у него были замечательные выставки, о которых положительно все высказались, в том числе коллеги, искусствоведы, критики, тем не менее все может измениться, он может уйти из профессиональной среды. И, конечно же, произведения начинающего художника, они могут быстро прийти к стоимости 0 рублей, скажем так. Поэтому молодое искусство – это всегда риски. Может ли стать современное искусство драйвером развития экономики на Дальнем Востоке? Может. Вот я считаю, что может, потому что у нас действительно все для этого есть. Мы живем на Дальнем Востоке, вокруг нас есть огромные территории, огромные страны, где живет большее, там не большее, но огромное количество населения. Там Индия больше миллиарда, Китай больше миллиарда, и у нас в Приморском крае меньше 2 миллионов, да, и еще меньше художников. Конечно, у нас это может быть драйвером для тех художников, которые могут работать, могут выстраивать отношения с международными коллекционерами, выстраивая международные продажи. И суммы эти могут расти. Потенциал огромный есть для того, чтобы для экономики это была значимая сфера. Спасибо большое за интервью и желаю вам удачи. Спасибо.